Всем хай, всем привет, всем здрасте, всем здрасте, всем хай. Я уезжаю, кстати, так что смотрите, в приватке что-то будет. Поедем мы с Кириллом на выписку к моей сестре, короче, поедем. Вот, ну мы так, мы при поедем, часика три побудем и обратно уедем. Потому что что-то я так подумала, там долго лучше не оставаться, да еще и моя сестра тоже не хочет особо, чтобы мы долго оставались. Доброе утро, смоксики. Господи, я сначала вообще не поняла, кто это. Думаю, что-то за скуфидоний такой в кадре. Сморщенный весь, шарпей. Шапочки в этой, что? Мы едем куда-то. Видно, что утром не привык вставать. В Мариуполь, в Ставрополь. В Мариуполь? Ну какой, ну на поле. Он же аннексирован вроде. Это он так оговорился, Ставрополь, перепутал что-то. Население три тысячи человек. Да ладно. Закупаемся хунгисами какими-то. Мало. Не верю. А что, у нас нету городок, где есть по три тысячи человек? Ставрополь вроде что-то такое, знаешь, на слуху. То есть она не может быть слишком маленькая. Значит, он просто так сказал. Значит, другой город, но маленький, наверное. 1200 там будет. Короче, подписчики, тут оказалось все не как в беременном. В 16. Тут все как-то грустно, скучно. Тут еще специально вот на выходе прям самые большие ямы, чтобы проверка на выживание сразу. В России. Упал, выжил, но все хорошо. Ставрополь, Ставропольский край, сам город Ставрополь. Поехали. Ой, слушай, сейчас такой сезон как раз. Да я хочу посмотреть, сколько населения. Явно не три тысячи. Он сказал, Ставропольский край, поехали. Он сказал, сам Ставрополь. Ну, посмотри, ну, посмотри. Ставрополь. Не, я хотела сказать, что пятерки сейчас такой сезон хороший шапочкой. Население, напиши. 500 тысяч, больше, чем у нас. Ну, значит, он имел в виду Ставропольский край. 2 тысячи, то есть, для него это же деревня, да? Нет, так может быть Ставрополь? Нет, он сказал, сам Ставрополь. Нет, он сказал, Ставропольский край. А потом он сказал, сам Ставрополь город. Ну, может, он так пошутил, типа. Я хотела сказать, что сейчас сезон такой хороший. То есть, типа такой зажравшийся, да, такой... А он откуда? С Ростов, там, сколько там, миллионов, да, и он такой... Наверное, миллионник. К деревню приехали, 500 тысяч населения, лужа, коза лежит в лужи. Не, я хотела сказать, что сейчас хороший сезон, теперь может свои людей не пухать с прической. Некоторые же, наверное, не поймут, что у него там с головой. А в шапочки можно ходить. Типа хорошо, удобно. Честно говоря, не похоже на вот этот... Леопард? Леопард, да, похоже больше на плеш. Ну, это если сдалека смотреть. На плеш похоже. Вот ты кота погладил, плешивая, и вот тебе начали волосы вылезать. Ой, какой ты добрый. Не, ну, это просто потому, что контраст между обесвеченным волосами чёрными большой, и пятна коричневые как-то с чёрными сливаются при таком освещении, поэтому если сдалека смотреть, какая-то сильно модная прическа получается. Ёбаный факт на автобусе, блядь. Это была вообще ошибка. Мне Соня сказала, ну, ехать будем 3 часа, блядь. Мы ехали 5. Вот, а тот мусор говорит, да, я так и сказал, что мы 5 будем ехать. Я в голове записал, что 3. Думал, 300 километров, значит, 3 часа, блядь. 100 километров. Не, не. Нихера, это что по Саше? За джавю за скорость. По 100 километров. Причём постоянной скоростью не снижая. А причём надо ещё в джавю на пункты заезжать какие-то, да, там снижая скорость. Ну да, я думаю, какая-то должна быть санитарная типа остановка. Ну да, точно должна быть санитарка где-то там через полтора часа при таком расстоянии. Нет, ты приезжаешь в маленький джавю на пункты, там по 60 километров надо ехать. Ну. А он такой, ни хрена себе, у него джавю там на трассе должен быть. Блядь, ебай, ехали 5 с остановками, остановки нахуй в каких-то, блядь, таких провинциях. 1240 на маршрутке. Туркинь. Маршрутка, потому что быстро пошла. Сейчас шоссе свежее сделали. А ему два раза больше, чем нам до Минска. Значит, он дальше живёт. А с куда нам до Москвы? Он сказал... Нам до Москвы. До Москвы нам где-то, я не знаю, надо посмотреть. Ну, ночь. Ну, да, ночь. Короче, если 10 на поезде, ночью садишься и где-то в 5-6 утра приезжаешь, получается. Так, пиздец, у меня... И что вечера? Блядь, моя деревня, в которой у меня бабушка живёт, это Дубай по сравнению с этими, блядь, с этой хуйнёй, ну, город как город, хуй пойми, блядь, дефолтный. Вообще, я тоже подумал, что, блядь, Ростов, это, видимо, реально... Вот для них... Сколько в Ростове, интересно. Ростов, это как для меня Москва, наверное. Вот такая вот тема. Жалко то, что некоторые города... Блядь, оказывается, Ростов, это ещё реально богатейший город. Город нажмёт. Хотя и то, и то столица региона. Вот. Миллион? Миллион 138 было. Блядь, там реально порой кажется то, что это вот целый микрорайон Суворовский. И очень, оказывается, я заметил то, что на города влияют вывески. Сразу чувствуются колхозные вывески. О-о-о, всё, пошло, барламовщина. Про вывески, которые влияют на города. Понятно. Приехал зажавшийся мажор. Если город... Сразу деревня. ...серпионат мира был, у нас запретили вывески делать прям всех своих цветок, все цвета радуги, нахуй. У нас всё вот на некоторых улицах, на центральных. Всё в одной стилистике должно быть. Это вот 2018 года, когда чемпионат мира был. Что был чемпионат мира. Всё сказали. Все, блядь, шаурма у тебя, чё у тебя нахуй. В одной стилистике, один шрифт, блядь, одна хуйня, блядь, в одной цвете. Вот там никого не ебёт, там все пытаются... Так и осталось всё. Название, блядь, заведение колхозное какие-то. Ну и нормально. Расстроился. Если вы всё пропустили, куда я поехал? Я поехал в Ставропольский край, потому что... Вот когда он голову опускает, видно, что леопардик. А когда голова поднята, то не видно, что леопардик сильно. Сонина сестра родила ребёночка. А, нет. И мы ездили на выездку. Надеялись, что там будет всё, как беременно в 16, что придёт этот медведь, блядь, надувной. Как и медведь придёт. Короче, чё случилось, чё произошло. Беременность нахуй произошла, вот и всё. Короче, чё-то там неудачно пошло. В итоге всё удачно сложилось. Но страха нагнали ещё больше. Я ещё понял то, что, блядь, видимо, я реально ещё не готов к детям. Блядь, я смотрю на эту машинку. Там надо. Так это специально. Он говорит, а я смотрю на эту машинку, почему она в углу, маленькая. Да. И чебоков. Потому что ты СДВГшник. Я сижу, слушаю его и смотрю на машинку. Ты СДВГшник. Типа такой, блядь, так быстро едет. Так это ж машинку. Я представляю, как будто пятёрка едет в Ставрополь. Ну, тогда бы он за три часа доехал, конечно. Нет, просто это же специально сделано машинкой для таких людей, которые не могут как-то фокус внимания удержать на пятёрке. Блядь, я всё никак не могу. А вот на машинке, чтобы что-то услышать. Нам же тоже нужно такое сделать. Что, машинку? И машинку, и ковры. Блин, я надеюсь, что... Я забываю про это. Сейчас, наверное, в школах тоже, чтобы учителя слушали на уроке, она, наверное, включает на проекторе, у кого есть проектор, вот эти вот всякие сабвесёрфы, наверное. Блядь, смелым быть человеком, чтобы к детям, быть готовым. Короче, что-то ходила-ходила сестра. Так не пятёрки же рожать. Смотрела, беременна в 16, чтобы примерно понимать, что там будет. Мне кажется, такое себе пособие. У неё там какая-то была задержка по родам, не хотел вылезать гомункулу, короче, потому что уже по звукам услышал, то, что он в России родится, подумал, может, блядь, подождать немного, может, мама додумается всё-таки куда-нибудь в другое. Быстро. Всё в больнице, всё нормально, всё красиво, короче. И у неё, прикиньте, отошли воды. Ага. И... Ребёнок не пошёл. Ребёнок не пошёл рожать, а схваток, типа, у неё не было. И ей сказали, блядь, ща всё у тебя будет, заебись, всё то будет. Чем кесарё будет стимулировать? У неё воды в 2 часа ночи отошли. Вот. И в 15.00, блядь, ну, короче, она рожала, ну, суммарно 18 часов, нахуй. Ну да. Я в ахуй, блядь, это страшно. А, ну, пятёрка же, наверное, не знаю. Вообще же роды, кто думает, что там за часочек родила и пошла гулять. Я только тебе не знаю, мне такое ощущение, как будто такое начинается, все бегут. Нет. И ты такую разлупоньку делаешь, такой, давай, давай, там кто-то тебе в вену что-то вводит, чтобы тебе было проще, ты такая, а-а-а-а, достают, и всё. Нет, нет. Ну, то есть, как в фильмах. А там получается как? Есть, когда первый раз рожает ребёнок и женщина, обычно роды ещё более долгие. Если там повторно уже, то срок сокращается роды, и считаются от момента схваток. Сначала начинаются лёгкие схватки, а потом они усиливаются, 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 то есть, сокращается между ними период между схватками. Схватки – это что? Схватки – это сокращение матки. Не знаю, как тебе объяснить, когда у тебя кишечник хватает, когда ты просраться хочешь, и ты резко, живот резко, да, 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 вот типа такого, да, но типа такого, скорее всего, но только там не кишки, а матка, и нужно эти схватки, получается матка сокращается, типа отрывается этот ребёнок от матки, его нужно оттуда как бы исторгнуть, получается, вот так, да, и идёт, получается, сначала весь период долгий схваток, он может там 18 часов, типа там… А когда начинают кишечник делать? 12 часов. Когда понимаешь, что что-то не идёт. Смотрят, могут заранее кесарево быть плановые, т.е. если увидят, что ребёнок как-то не так лежит, допустим, боком повёрнут, и они понимают, что они его не вытащат. Либо видят, допустим, у кого-нибудь, видите, пуповины по УЗИ вокруг шеи, что если он будет вылазить, он себя задушит, например, этой пуповиной, да, или чего-нибудь ещё, либо видят, допустим, что у женщины какие-то проблемы со здоровьем, допустим, плохое очень зрение, её может там осколкать с венчатки пройти, она может ослепнуть. А процессы не могут? Могут решить. Два дня что-то не идёт? В смысле два дня? Там уже плод задохнётся, это что, там всего до это шли? Это надо довольно быстро решить. Могут быть экскринные кесарево, если видят, что там что-то не получается, как-то процесс, то делают. Т.е. это очень долго, это очень сложно. А зачем ехать пятёрки туда и сестре там? На выписку они приехали, это она просто рассказывала, как происходило. Так это же еще роды. Она говорит, на роды поехали. Или поехали на выписку? На выписку. Это она типа рассказывала, как происходило просто. Конечно, не поедут. Я думаю, странно всем собираться, все вместе ждать, пока она родится. Народы обычно берут там кого-то одного, наверное, или мужа, или можно маму взять, или кого-то ещё, чтобы там типа как-то, как говорят, партнёрские роды, чтобы типа ни одной рожать с кем-то. Я бы не хотел смотреть на такое. Так не надо, не обязательно смотреть, ты же можешь не идти в родовую палату. Во-первых, тебя никто возле вагины не ставит. Я не знаю, почему кто-то это считает. Ты стоишь в изголовье, и тебе вообще ничего не видно. Т.е. ты просто можешь стоять там рядом, за руку держать, условно потик вытирать, подбадривать. А можешь вообще не идти в родовую палату, только в предродовую сидеть. Я просто рассказываю, чтобы не было стереотипов вот этих всяких. Это пиздец страшная хуйня. И в итоге, знаете что, ей уже на 18-й час доктора говорят, а-а-а, так у вас, блядь, таз неширокий. Вам дорожать-то и нельзя, ёпты. Кесариону надо сделать. Охренеть. Ну, вот экстренная, видишь, вот кесарион. А что, сразу не заметили, да? Да, вот это вот раньше добиваться до этого, проверить, широкий, неширокий таз, блядь. Может родить. А что-то тоже можно померить, там изично, там есть специальный такой инструмент, который просто вот так вот ставится и просто мерится таз по косточкам, и потом уже по таблице смотрится узкий таз, либо не узкий, всё. Вы же не заранее это не смогли просмотреть, в процессе такой, а-а-а, не выходит. Получилась, она говорила, я уже думала, что я сейчас умру, нахуй. Ну, блядь, просто 18 часов боль, блядь, испытывали. Испытывала при этом ещё есть какие-то по медицинским показаниям, то, что ребёнок без воды, да, может находиться там, блядь, по-моему, 9 часов, блядь. Ну, типа есть ограничения. А он 18 часов? Для чего-то, по-моему, нахуй, нахуй. Вот, короче, этого ребёнка, она сказала, ей что-то укололи, и она подумала, что она уже умерла, нахуй. Ну, просто я думал, и втенозе. Ну, она подумала, ну, всё, блядь, чё. Вот. И вообще наркозы сделали? 18 часов мучений, боли. А что вы мучилицы? Давай убьём. Удивилась вообще-то, что она живая. Жесть. Вот. И ребёнок ещё в реанимации несколько дней лежал, но лежал, ну, потому что, видимо, после Кесарева там это всё в реанимацию отправляют. Скорее ещё после безводного тоже. Чел, блядь, микрочел вылез, блядь, уже у него ожирение уже есть. Ну, то есть, ну, наверное, на данный момент это плюс. Видимо, у него был скорее, там не то, что таз, может, узкий, даже крупный плод, видимо, поэтому и не вылазило, потому что, ну, не получалось, короче. Потому что обычно, если болезненный ребёнок, наоборот, там он мега худой, там все дела, у этого чела уже микрочелсика. Ожирение, я посмотрел на гомункула, как выглядит гомункул, да, человеческий. Блядь, как человек, я охуел. Кстати, он реально не толстый, вот прописано ожирение, но он не толстый. Ну, бля, микрочел, не умол. Она нацелит, что за ожирение. Я думал, что все младенцы уроды. Не урод, обычная. Суня на обезьянку больше похожа. Такую маленькую. Макаку или как эти? Ну, знаете, маленькие обезьянки. Шум-панзе. Короче, он больше на обезьянку похож, чем на человека. Ну, и всё, его там что-то возили, носили, с ним там приколы всякие, что-то нас фоткали. Блядь, самое кринжовое, помните, что я говорил, то, что я, блядь, я в шапке пришёл, я заранее пришёл в шапке, потому что там, ладно, ещё Сонины родные, бля, ещё знают, но родные же, чела вот этого незнакомого. Хуй по-моему. А, там же ещё батя был. Но она же не одна ведь выражала мужа. И там в шапке стоят. Так, знаешь, в чём засада? Обычно говорят, фу, какой-то некультурный, мужчинам в шапке в помещении не нельзя. Фу, больной, берите его. Нет, от ребёнка. Горько заразит. Нет, типа, что помещение же мужчинам в шапке быть неприлично. И начинают, помнишь, как в школе тоже бывает, и у нас так мальчик, он говорит, типа, что там в шапке сидишь, сними шапку, сними шапку, сними шапку, это-то постоянно было. Не знаю, у вас так было, либо нет. Наверное, да. Фу, я им вообще нужен на фотке, меня с ними поставили, я вот так вот стою. И Соня просто подпрыгивает, с меня шапку сдирает. Ну и, блядь, я говорю... И все в охуе. Может, не надо, нахуй, может, не надо, нахуй. Вот, короче, у меня Соня шапку забрала, но без шапки пришлось... Нет, сам же делаю такую прическу, ты не понимаешь, ты понимаешь, что будет. Ну, мы для образа приходится, для работы, для клипов, для песен. А как на улице ходишь? В шапки. А, в шапки тоже? Ну, на улице можно в шапки, сейчас как раз осень, я же говорю, что погода такая. Ну, а летом перекрасится уже, наверное. Ну, потому что, типа, у нас бы, вот явно, я хотел с такой головой, на меня смотрели бы половину людей. Ой, у нас куча светлыми волосами людей уходит. Нет, не куча. Ну, ходит. Не куча. Ну, может, ходит, но... Ну, никто никого не бьёт. Нет, не бьют, обращают внимание все. Ну, обращаться, естественно, будут. Потому что всё-таки у нас такое население, до сих куча ещё таких тётик, дядек, таких взрослых. Даже не в этом дело. Работях, они такие, типа, смотрят на тебя, такой гуляют. Слушай, даже дело не в этом. В принципе, если ты отличаешься от других, ну, ты привлекаешь внимание. Ну, да. Слушай, у нас и афроамериканцы, азиаты привлекают внимание, потому что они отличаются, потому что у нас в основном все ходят белорусы, да. Отличаются, если инвалид на коляске, человек едет, например, тоже привлекать внимание, потому что их нечасто тоже видишь на улице, понимаешь, то же самое кришли с прической. Ну, это же больше привлекает, чем инвалид. Да нет, и туда смотришь, туда смотришь. Так ты всё равно на него посмотришь, типа, ой, человек на коляске, ну просто сам по себе автоматический взгляд задержится. Я, ну так, Кринжанову чуть-чуть подновалил. Да, там мальчик. Я смотрел давно уже его. Ну и, короче, чё, мы там профлексовочку устроили, Кринжова посидели в очереди, там оказывается прям поток родильный, то есть до нас кого-то там сказали, пофоткали, всё там под вывеской какой-то, да, типа, с новорождённым, поздравляем. Потом нас привели, пофоткали, потом сразу после нас. Я выхожу, и они там говорят, выходят женщины и говорят, всё, следующий, Кариняну кто? И я вот так вот выхожу, просто делаю дугу, и обратно Кариняну нахуй фоткаться. Блин, мы не выигнали, они что-то заполнили. С такого му. Я не на боя родов сразу пришёл, да вот, ну и нормально. Хотел тоже с оринянами, чё там уже с фото, заметили бы, да. А потом как заметили бы, как ребёнок подрос такой, посмотрел внимательно, а там пятёрка, блядь. Да, и он такой. Он в охуе такой, ааа, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Мы позвали пятёрки на мои роды. Страшно было. Ну, вискал. Во-первых, ну, вроде как хотелось аплодировать, когда какой-то счастливый момент, да, то, что вот выходит мама, всё, с ребёночком. А с другой стороны, блядь, сейчас начнёшь хлопать, да, проснётся этот опиздал и заплачет там чё-то. И на разницу в пятёрка сначала говорит, блядь, ходит мама с ребёночком, а потом проснётся опиздал. И всё в одном предложении. Я вот так вот стоял, как идиот. Ну вот, потом с батей вот познакомились с его, нормальный реальный чел такой, на адеквате, добрый. И... Ну, такой, блядь, вообще нормальный мужик, короче, он уже... Ну, уже как будто мужик, то есть он, скорее всего, помладше меня. Он уже как будто выжиг. Он уже всё в ребёнке говорит, да-да-да, я всё теперь для ребёнка буду делать, бля, пиздец. Ну, нихуя, бля, не взрослеть, это не моё. Вот реально, блядь, это полное. Взрослый значит долбоёб. Бля, я забыл, что там дальше говорил Федя Букер, но это пиздец, бля, я не хочу быть взрослым. Это пиздак. Ты посмотришь, реально, ребёнок появляется, всё, нахуй. Дальше ещё чего я могу рассказать. Чё? Я думал то, что это какое-то откровение, открытие, но оказывается просто, что всё уже ко всему готовы, для всего, для всех это нормальность. Ура, ребёнок. Всё, о, он обосрался. Всё, бля, там сразу в рутину. Всё входит. Никто ничему не удивляется. Всё, блядь, он срёт там, орёт, нахуй. Ну, кстати, этот не очень орущий был. Вот, и всё нормально, короче. Вот. Ну и всё, мы посидели, блядь. В итоге, знаете, чё? 5 часов мы ехали туда, посидели мы там 2-3 часа. И 5 назад. И нахуй 5 часов обратно. Ну, конечно. Пиздец, ну минус день. Ну, обратно я уже поехал на такси за 7500 рублей, или за 8000, я не помню. Вот, на Ладе Ларгус я топ-топ поехал, блядь, чтоб нормально было. А Соня поехала на автобусе, потому что это была её идея, да, я так понимаю. Реально я один поехал? Я тебя один поехал. А ты, может, осталась ещё? Она, может, осталась ещё. Ну, не знаю. Вот, оказывается, достаточно часто между Ростовом и как раз-таки Ставрополем ездят машины, таксисты, потому что аэропорт рабочий, один из ближайших, это в Ставрополе. И люди, которые летают куда-то на самолётах. Видишь, аэропорт в Ставрополе. Вот этому всё дерьму, они вот так вот гоняют туда-сюда. В Соня 4 ехал уже. Либо в Ставрополь. Ну, кто-то выбирает Ставрополь, летают на самолётах, когда уже нам самолёты... Странно, что в Ростове нет аэропорта, такой крупный город. Вот. Ну и всё, короче, Макшнакнакса. К сожалению, никаких откровений, ничего нового я не получил. Я там сидел по большей части как кринжик. Ну, потому что я как бы просто приехал поддержать Соню. Сонина сестра очень рада. Ну, Сонина сестра-то со мной ещё больше всех как бы знакома, да? И она была очень рада, что я приехал, что я привёз Соню. Вот, она говорит, «Ты же сам захотел сюда приехать, да?» Я говорю, «Даааааааа!» Вот, она говорит, блядь, спасибо большое, вот, и все. Потом он этот стрим посмотрит и такая, сука. Ну, нормально, поддержал, хорошо, то, что я там где-то что-то побывал, ну, мне так, типа, на один процент нормально. То, что я поддержал Сонечку, ну, это понятное большое событие в ее жизни, да, то, что у нее сестра рожает уже этого бэйбизавра, то, что уже все детство, нахуй, закончилось, я сейчас заплачу, нахуй. Так не у Сонечки же. Поддержал, самое главное, то, что я с Сонечкой. Все сделал, я ее поддержал, то, что я вторая половинка Сонечки. Но, блядь, короче, ребята, на ближайшие пять лет я нахуй отсрачиваю вообще свое взросление. Мне похуй, блядь, то, что... Только на пять? Я теперь буду гордиться. Ну, там таймер будет. А потом все? Мне пишут, что я стараюсь, я моложусь. Пусть я буду молодиться, нахуй, до сорока лет, чем я нахуй стану, блядь, пуп. Так после сорока как раз кризис среднего возраста начинается, на вторая молодость просыпается. Так это все будет. Бесконечно. Ну, да, вот, началась серьезная жизнь, да, вот, сейчас надо уже поднимать этого бэйбизавра. Ебать, нахуй оно надо. Я пообщался со взрослыми родителями, они сидят, говорят, вот, вот у нас дети в 19, в 20 были. Ну, я говорю, ну, у вас потому что... Ну, туда время такое было. Ну, да, типа, свет выключали, чем еще заниматься? Ну, вот-вот, а мне, когда свет выключают, я тикток, блядь, сижу, смотрю, там, поинтереснее, нахуй, тикток, тикток, разнообразные, блядь. Потому что это пиздах, мы еще в подарке покупали эти памяти. Бля, у них там еще танцующий скелет внутри в Майнкрафте появился. Да, я смотрю. Господи. Меня смущает, что он маленький. Еще и боком неудобно смотреть, да? Неудобно смотреть, да. Хотел, чтобы побольше было, да? Ну, в следующий раз делайте побольше, называется, да, для Вадима специально. Ага, ясно. Мне кажется, что он так категорично? Вот, допустим, есть же пример этих Алина и Дима. Вот они, аниматоры, мультик рисуют из дома, любят там мотоциклы, всякие фестивали, но тем не менее, видишь, тоже же ребенка родили. Как бы это же не обязательно, что... И что, что ты родили? Это не обязательно... Что ты хочешь сказать? Не сказать, что если ты рожаешь ребенком, мне кажется, не обязательно, что ты сразу превращаешься в такого суперсерьезного взрослого и такой, знаешь, ходишь. Просто у тебя много ответственности появляется. Ну, чаще всего вот так. Может быть, нет, если это будет пятерка, да, он родит, как бы ничего не изменится. Ну, всё зависит от твоего характера и твоего рода деятельности. Да, но... В смысле, пятерка не родит, родит, если что, Сонечка. Я имею в виду, если пятерка будет ребенок, он как-то изменится. Ну да. Но тем не менее, это будет как бы мешать ему. Чего это будет мешать ему? То есть, будет как будто меньше стримов, будет больше какой-то заебанный такой... Ну, в зависимости от того, сколько он будет времени ребенку уделять. Ну, они вместе живут. Что, он отдельно будет жить? В любом случае, он тебя будет как-то беспокоить. Ну, и Соня не сможет, получается, наверное, стримить нормально ничего. Ну, хозе. Хотя есть же еще нянечки, но всё равно надо с ребенком уже время проводить. Ну, нянечки куда? Сдавать надо нянечкам? Нет. Они же тоже сюда придут. В другой квартире комнаты сидели. Ну, в любом случае, тут будет постоянный контакт с ними. Нет, так всё равно нужно с ребенком общаться, время проводить. Ты живой родитель. И в том-то дело. Ты же не можешь его там скинуть полностью на левых людей. Поэтому там полтора миллиона долларов нахуй на эти пумперсы, всякую хуйню этому. Покупай мелком, он еще растет. Он вообще первые года, он даже не разговаривать не умеет. А, блядь, на нормально с ребенком поболтать, но можно, когда ему там 16 исполнится. Нет. Ну, ты вообще что-то с ним можешь понять, из него что-то нормальное вышло или не вышло. Вышло или нет? Вышло или нет. А он само собой выходит. Знаешь, такой, ты в 16 вообще с ним не общаешься, не общаешься. Он такой, ну, всё, давай поговорим. Ну, что там у тебя. Пошло время, чтобы поговорить. Ну, как в платье? Что там? Вышло там что-нибудь из тебя? А ты такой, ты, блядь, кто вообще? Ты что, мой батя? Я тебя первый раз вижу. Ну, в 16 лет. Только. Ну, в 14, да, это еще так, но... Как тебе сказать? Ребенок, блядь, в 14 ты что-то понимаешь, но ты не пережил это что-то. Тебе все равно надо пережить всякой хуйни. Человек учится на хуйне. На всяких шоковых ситуациях, у тебя происходит шоковая ситуация, условно, там, ЕГЭ, блядь, когда ты думаешь, что ЕГЭ это вся твоя жизнь. Ты его должен, блядь, сдать, не сдать, потом должен пройти год, ты должен это все, ну, как бы, не год, ну, там, какое-то время, ты должен это... А там все-таки такие прям сроки конкретные прописанные. Как будто список есть, когда ты становишься типа человеком, так странно. Как рефлексировать, понять, хуйня это в твоей жизни, насколько это на самом деле занимало в твоей жизни. Потом у тебя, блядь, новая проблема, блядь, сессия в универе. То же самое, ты такой, ага, блядь, а, вот так. Почему сессия в универе страшнее, чем школьные экзамены, либо контрольные? Но если у тебя папа пятерка, у тебя жизнь другая, не будешь думать о ЕГЭ, ты ему вложишь уже с ранних лет, что типа я могу быть стримером, блогером, Майнкрафт могу играть, мне срать на ЕГЭ, я учиться не буду вообще. И вообще будет как этот Мистер Макс. И он такой сидит такой, фу, какой ЕГЭ нахер. Нет, подожди, будет пятерка, и будет ребёнок, и будет блог. Как эти всякие лайк Насте, там Мистер Макс, например, или там это кукаяки, например. Это будет нестандартный ребёнок, если будет ребёнок пятёрки. Нет, так то же самое, есть же куча блогеров, у которых есть дети, и они заводят блог, и не обязательно на семейную тематику, и как бы ребёнок никак им не мешает, типа, не знаю. Мне кажется, тут зависимости от твоего желания и, как сказать, твоей осознанности, наверное, и желания брать ответственность, вот и всё, потому что… Я отсрачу своё взросление до конца. Жизни. До конца жизни, то есть я не хочу взрослеть никогда. Ну да, ты, в принципе, инфальтивный, ты ответственность не любишь брать на себя. Хоть там будет 50, хоть 60, я всё равно буду срачивать, я не буду признавать, что я какой-то взрослый. Нет, дело в том, что… Не хочу взрослеть. Наверное, мы путаем понятия инфальтивности. Может, внешне буду старым, но внутри я остаюсь с вами. Понимаешь, человек не тот, я блядь, человек инфальтивным, который там, допустим, сидит и нравится ему играть компьютерные игры, условно, я не знаю, там, рисовать, что там ещё такое, мультики смотреть, не знаю, что он инфальтивный. Инфальтивность становится, когда он не хочет принимать решения, не хочет ни за что нести ответственность, перекладывает всё на других, например, ну такой, знаешь, раздолбай, не выполняет там договорённости какие-то. Вот это инфальтивность называется, понимаешь? А как раз-таки, если, допустим, ты ведёшь себя адекватно, выполняешь себе договорённости условно, но при этом у тебя просто такие увлечения, это не значит, что ты, типа, дурачок какой-то ребёнок. Просто такие увлечения. Отличающиеся от увлечений, там, большинства взрослых в виде, там, каких-то базовых. Про что мы говорим? Про то, что ты говоришь, что я останусь до конца ребёнком, я говорю о том, что… Так я не говорю про инфальтивность, я говорю, я не хочу взрослеть, не хочу быть серьёзным. Нет, что значит серьёзным? Ну, не хочу там, в смысле, знаешь, типа, начинает думать, там, о, теперь там бытовуха какая-нибудь, там, ребёнок, вообще никто не заставляет, там, ещё что-то, такие взрослые вещи. Ну, есть люди, которые сочетают, допустим, какими-нибудь комиками, они там шутки придумывают, выступают, и при этом у них там есть семья и ребёнок, например. Невер пробошлять, да, там тоже, и всё, вот это весь опыт, нахуй, потихонечку, потихонечку, и потом ты уже со своим ребёнком можешь болтать, а дело в том, что когда ты можешь нормально со своим ребёнком поболтать, ты уже нахуй не нужен своему ребёнку. Потому, что она была раньше, блядь, болтать, девчонечку. Они в 16, это странно, потом не разговаривать с ребёнком, а потом ожидать, что из него вырастет, и такой, ой, а чё ты такой вырос какой-то странный, наверное, потому что ты с ним не болтал и не разговаривал ни о чём. Жить один, ты уже для него, блядь, дед, ты не шаришь, что такое тикток, ты для него крим. Та и тикток уже больше другое уже. Ты для него, ой, пар, чё ты несёшь, вот, вот такая вот тема, вот, поэтому какая-то страшная хуйня, но оттого и прикольно в этой жизни. Оттого вот так вот, когда меня не станет, я буду петь голосами. Но пока, блядь, сука, вот этой хуйни в моей жизни не будет, блядь. Я пока, короче... Ну да, пятёрка у него не кричит. Но вообще будет, да? Ну да. Слишком это серьёзная хуйня, слишком много в это надо... А я говорю, не пока. Я тут, я думаю, блядь, заводить мне собаку или нет. Потому что она какает. Тут ребёнка, нахуй, человека, блядь. И это мало того, что его завести, из него ещё надо сделать человека. Это вообще пиздец. Мне папа постоянно звонит, говорит, ну чё вы там, когда? Я говорю, папа, ну ты нормальный вообще? Он говорит, да похуй! Говорит, ты там, блядь, на спирме, а потом оно всё пойдёт. Я говорю, ты со мной так? И спирме? Да! Да! Да, блядь, а вот там прилодят, блядь! Я же думаю... Дал Бог зайку? Даст лужайку. Ой, блядь, закутайте его в две десять тысяч пелёнок, наденьте на него, нахуй, какую-то хуйню. Блядь, вдруг он замёрзнет, вдруг он перемёрзнет. То, что, блядь, мы сейчас существуем, это вообще показатель того, что вообще похуй. Раньше люди, блядь, на камнях спали, блядь. Раньше люди не мылись, блядь, вообще. Это полная хуйня. Он с какой-то был процент выживаемости. От любой боли не умирали, и всё равно как-то человечество дожило. Поэтому пиздюк родился, нахуй его, блядь. Там так и было. Там была огромная рождаемость, например, но при этом огромная младенческая смертность. В принципе, смертность огромная была. Вот так самое у нас с собаками. У меня всегда собаки были такие дворовые, которые выживали вопреки, жили по 10-15 лет, такие жёсткие, жили прям на морозе, сурово жрали помои просто. Говно какое-то. И тут собаки маленькие, даёшь, знаешь, такой... Кусочек. От мяса салка. Ой, не давай сал, он будет жирный, печень будет болеть. Не надо, не надо, не надо. Не надо будет какать. Ну, не надо, только это будет боляшка. Он не так говорю, а ты что? Конечно, только что ты думал? Ну, пиздец, ты что, конечно. Так у тебя просто ошибка выжившего была с собаками. Нет, нормально всё, просто не надо сильно такое сделать, блядь. Надо нормально адекватно. Выживить всё нормально будет. Нет, есть какие-то нормальные вещи, выживет, ни хера себе. А может, он просто проживёт, блядь, и не выживет? Ничего не факт, что выживет, интересный такой. Багажник бросаешь, сразу по кочкам едешь, блядь. Если он там выживет, ну, то это нормальная тема. Вот. А если нету, ну, бля, бом-бом, побыстрее, нахуй, и всё. Вот. И нормально. Да-да-да, да-да-да, блядь, чтоб ещё знал реально, где родился. Вот-вот. Угу. Если выживет, значит, он избран реально жить в России. И всё за него. Оказывается, много денег дают даже за первого ребёнка, типа, я ещё думал, что это пиздец сложно. Но если там правильно все документики подготовить, ребята, значит, мой урок вам. Формите, блядь, за первого ребёнка, получайте. И, ну, они вот затупили, по-моему, они там что-то жили. Не так даёт. Вот это все дела. Эта хуйня полная, блядь, вообще, уж худ, живите вместе, но пишите, бля, отец, не знаю, кто. Типа, если мастер-диночку больше пособия дают. Меня там на письке трахнули 10 человек, я вообще не понимаю, кто отец. Но вот этот решил, блядь, со мной жить и всё, заебись. Короче, не надо регистрировать батю, потому что тогда, блядь, с этот, нахуй, можно трухануть какие-то дотации. Типа, ты уже живёшь одна, живи с ним, нахуй. Но по документам ты одна живёшь, ты нищая, вот. И тебе государство должно было. Блядь, такой сикчитать. А потом в какой-то момент батя, который настоящий там муж, который не муж, захочет съебаться, и ребёнок не имеет ни элементов, ни хера. И ты будешь после нихуя без соли доедать. А, кстати, да. Потому что нету отца никакого в графе. То есть, только если через суд как-то его притянуть, заставить задать тест ДНК, и как-то там сложно, вот так вот, ну, иди попробуй. Но, с другой стороны, тогда он потом в будущем не сможет подать алименты своего ребёнка, чтобы он у старости его обеспечивал, если он там не будет, тоже как отец указан. Месяц сюда, нахуй, ебать халяву. Ёбаный факт, блядь. На квартиру, там, на еду, на всякую. Как мать-то не ночь. В смысле, это хуйня полная. Минусы. Бля, хоть один минус. А потом, в чём прикол? Соня, у Сони поменялось отчество на имя её папы, когда ей уже 18, когда уже похуй. Вот. Она до этого была не с отчеством даже бати своего, хотя её, ну, вот её родители до сих пор как бы вот вместе живут, всё, всегда жили вместе, но... Вот-вот. Блядь, ты научишься? Ну, это странно. Ты же, когда, получается, допустим, если мать-одиночка, ты можешь прийти и дать любое рандомное отчество, я так понимаю. Да? Ну, да. Если у тебя нету типа какого-то отца конкретного, я так понимаю. А почему тогда мама Сони не дала отчество её же папы или они туда заподозрили? Она какая-то очень редкая, и они такие думают, ммм, подозрительно, с вами пришёл мужчина с таким же именем, но вы говорите, что вы мать-одиночка, и типа... Ты платишь, тряси обратно нахуй по всем возможностям, блядь. Я вам рассказывал, что почему у нас запрещены однополые браки, блядь. Думаете, потому что вот это вот всё это RGB, да? Хуя! Это потому что пацаны сразу темки начнут мутить. Сразу, в первый день... Бать-одиночка. Закрешают однополые браки, я женюсь на Бородоре, блядь. Сразу нахуй. Потому что он за меня может подписывать документы, нахуй, он может, блядь, там за меня ходить за газ, блядь, за всякую хуйню определять. Просто потому что удобнее. Вот кто темки мутит, да? Опять же, мужики обычно там темки мутят, совместный бизнес открывают. Женились, нахуй, открыли совместный бизнес. При расставании 50 на 50 всё честно, чтобы было. Это как дополнительное просто подписание, блядь. Это просто потому что у нас... С другом нельзя, да? С другом, знаешь, такой договаривающийся бизнес мутить, такой думаешь, ну понимаешь, договор-то как бы хуйня, на самом деле. Давай поженимся. Нам нужно скрепить серьёзно свои отношения, понимаешь? Это как раньше плевали на ладошку. Это жёстко, блядишь. И пожимали руки. Должны, поэтому... А теперь по-другому. На Западе они женятся, потому что, может, они там любят друг друга или ещё что-то. А у нас потому что темки будут мутить, блядь, мужики. Вот. Что-то они будут просто такие, так, блядь. Просто нам сейчас, чтобы меньше платить налогов на нашей темке, мы сейчас открываем кальянку, чтобы меньше платить налогов. Сейчас женимся, как молодая семья, оформимся и возьмём ипотеку и откроем кальянку, нахуй, свою. Во, это, блядь, это такая вот эта вот темка. Это мужицкая, нахуй, смекалочка русская, блядь. У нас только... Ну, как? Вам же не дадут. У вас же нет ребёнка. Дают же капитал материнский не за свадьбу, а за рождение ребёнка. За первого. Или за молодую семью. Нет, не дают. Молодая ей семья? Нет. Блядь, не знаю. Нет, я очень сомневаюсь. Показывайте, надо доказать. Показывайте, надо доказать до пола, блядь. Пиздец.